Продолжение следует... Кто угодно, хоть эти, жители Германии и Польши, вот-вот, дружите, нас таких мало. А теперь привид с Львова. Так, писем несколько, один на русском, один на украинском. И уважаемая Дана, я надеюсь вы нас смотрите, я предупреждал, что будет вебинар. Мы с вами уже сделали целый фильм на основании ваших вопросов, фотографий. Но это все в прошлом. Сейчас из слушающих, может несколько человек вспомнит о нем. Потому что вы меня убили тем, что у вас такие урожаи персиков. Что я и не мечтаю о таких. Вот, но снова от вас письмо. Я начинаю с последнего. Будет длинный разговор, он касается всех. Вспоминайте, как называется наш вебинар. Абрикосы бросок на юг. Пора, кстати, а то там что-то совсем худо. А персики бросок на север. И вот получилось так, что нашелся человек, фактически новичок. Который боялся делать лишние движения. И правильно. Потому что ей все говорили, давай калечь, калечь, калечь. Который прекрасно плодоносит персики. Который все-таки каким-то образом изучал много из моих уже трудов. И смотрим, что из этого получилось. Касается всех. Классические садоводы настаивают на трех ежегодных. То есть каждый год три. Обрезка персиков. Бедные персики. Как быть во Львове. Я буду называть землячкой, потому что у меня в паспорте написано. Вот. Место рождения Львовская область. Я западенец. При этом они говорят, что если не обрезать нижние боковые ветки. Ветви. Которые обгоняют верхние по длине. Кстати, всю жизнь считал, что таким надо. Чем ниже, тем длиннее. То верхние ветки засохнут. И дерево заболеет и пропадет. Вот. Или если нижние ветки по длине обгоняют центральный стержень. То тоже центр засохнет. И дерево быстро погибнет. То есть, представляете, нижние ветки обречены. Получается. Правда ли это? Нет, конечно, не правда. Но мне надо как? Я должен все, что говорю, обосновать. Ведь можно я написать. Нет, не трожьте. Или исключение с правил такой-то, остальное не трожьте. Или у вас юг, на севере все это умирает, стоит только его искалечить. А у вас выкалечены, а у вас живые. Я приготовил довольно, я считаю, интересно, занимательный ответ с фотографиями. Оно касается всех, потому что расширяет горизонты, скажем так. И больше никто на всей планете вам так не расскажет. Я многих знаю. Валерий Константинович пишет мне, главный редактор. Мы ваши статьи печатать не можем. Значит так. Хотите, чтобы мы вас печатали? А я цитирую. Хотите, чтобы мы вас печатали? Значит так. Пишите. Пункт первый. Затащить лопату. Пункт второй. Выкопать ямку. Полметра на полметра на полметра. Пункт третий. Задать туда перегной. И так далее. Поняли? Какая должна быть эта? Ну, как сказать. Ну, я немножко утрирую. Ну, то есть. Что от меня требуется? Инструкция по посадке. Вот. А если она вся говорит, что нельзя задавать перегной, на меня смотрят как на идиота. Итак. Будем говорить, правда ли это? Неправда. Идем дальше. Если на привитом или непривитом дереве. Первый год плодношения. Появилось очень много завязи. В скобках плодов. А дерево еще маленькое по росту. Нужно ли оборвать завязи, чтобы дать дерево? Дерево подрасти. Так. Ну, давайте. Разговор будет длинный. А я иначе не могу. Не нравится, как говорил этот самый. Пишите заявление. Уволю. Шутка. Так вот. Значит. Перед вами два дерева. Я выбрал одну из самых фотографий. У меня любая фотография со смыслом. Вот эта вот груша называется. Лесная красавица. Роскошнейшая. Но на ней не было ни разу больше десяти груш. Я тут не виноват. Я тут участок прикупил. Сейчас рядом зацветут молодые груши. Вот. А пока получается так. Но это тоже пригодится. Надо ли с этим бороться? Не надо. Культурнейшая груша. Сладчайшие крупные плоды. До 300 грамм веса. Рядом уссурийская груша. Ее не было. Это участок соседа, которому мы посадили. И которого я потом выкупил этот участок. Значит. Она была тоже культурная. Она была, может быть, там, сварогом. Кем угодно. Вот. Но. От прививки не осталось и следа. Я несколько лет не следил за ней. Потом оказалось поздно. И перепривить поздно. Выросла уссурийская груша. Она не плодоносила все годы, пока сосед там был. И уже продал мне еще два года. И только в 2018 году, в 2015 купил. Был первый урожай. Вот. Как я делал этот урожай? Вот. Это тоже вам полезно. Смотрите. Видите? Яркая несовместимость по опылению. Согласны? Ну, разные виды. Декаль. И культурная. Могут опылить другую. Да никак не могут. Что получается? Ну, во-первых, когда мне задали вопрос. По-моему, в каком-то из вебинаров, может, в каком-то фильмах. Я взял, поставил, это самое, по судашку сказал. Сейчас будешь позировать. Пошел на тот участок. И нарезал сварок. А я знаю, что сварок это родственник. Больше ничего не знаю. Какой он там в стадии степени родственник? Уссурийской груши. Не зря сварок дает дикие урожаи и не замерзает. Нарезал я сварок, извинился перед деревом. Не люблю это делать ради вас. И вот, значит, поставили мы на этот столик эту банку. И здесь случился сумасшедший урожай. Вот. В фильмах виделись. Сплошной ковер из диких груш. Диких. У меня проблема с дикими грушами исчезла навсегда. Я ездил в тот самый заброшенный сад. Куда, ну, что это самое. Пока не получился полный запрет. Туда ездить. И вот я, значит, смотрите. Годом раньше она цвела. Так же цвела. Ну, было чуть меньше. С молодой деревом, ему до 12. И представим себе, что мне осень уже были дикие груши еще в том году. Может, кто-то помнит, что я не мог всех снабдить семечками. Кстати, вон та самая, что переросла. Ну, не мог. Я до это самое. А мне, значит, советуют. Кругом советуют. Представим себе, что она культурная. Я должен пальчиками через одну или там две через три или четыре из пяти брать и высипывать, как волосики с полу-высой головы. Щипать, 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 щипать. Вот. Глупо это звучит в моем исполнении, правильно? Наоборот, задача была получить максимальный урожай. Ну, вот, посмотрим сюда. Вот это дерево, вот это, с которого была срезана вот эта ветка. Ну, естественно, раньше срезана. Вот. Что получилось? Это одна из четырех веток. Остальные, это к соседу свесилось. Остальные три на моей стороне. Здесь десять веток. Больше, только собрали десять. Вот, с этой ветки. Вот. Ну, представим себе, когда она отцвела еще гуще этой. Это молодежь, это постарше, лет на восемь. Представим себе, что она это... Я с нее щипал тут. Делать не было, нечего, да? Ну, получил сумасшедший урожай. Теперь врать не буду. Ну, это же все-таки учеба. И мы будем обсуждать все за и против. Вот. Груши получились. Ну, повезло именно в этот год. Это не последний год, по-моему, предпоследний. Или последний. В общем, была дикая жара. И они были... Получилось как? Два года одет. Предпоследний год сладкие были, а последние не сладкие. Урожай был одинаково большой. Но, видимо, все-таки получилось так, что один год из-за жары хватило всем сахара. А последний год не хватило всем сахара. И, наверное, если бы кто-то взялся в табуреточку, или на этот стол встал, и начал бы щипать, щипать. Как? Вдохновляю я вас. Щипать. И выщипать половину этих. А тут уже действительно очень много этих семян завязалось. Согласитесь? Такое урожайшее. Это еще не весь, уже часть упала. Вот. Он еще и гуще был. И вот, значит, щипать, пожалуйста. Услышали меня, Дана? Щипайте. У вас же знаете, какое это дерево? Йо. Я вам ниже покажу, я интригую. Вот. Вы волшебница. Так. Ну, в общем, вы теперь поняли, да? Ирония поняли. Вот. Вот это вот обошел. Ну, в общем, 10-20 сайтов присвоили эту фотографию. Так и подмывали, сказать, украли. Потому что люди же поверят, что у них будут такие выражения. А здесь эта ветка упала, она у меня обломилась, и я сфотографировал. Ну, можно было бы выщипать половину. Ну, если бы вы видели это дерево, оно все такое было. Пара ветка рухнула, остальные там уцелели. Ну, представить себе, такое щипание невозможно. Ладно. Теперь давайте возьмемся ближе к персику. Почему? Потому что я вас интригую. Вы видите, персики наши, мои уважаемые землячки, даны. Вот это вот участок Чернобая. Уже я его сделал практически знаменитый. Художники не бывают бесталантные. У него в руках все горит. Но все-таки он, в отличие от меня, живет рядом, мог позволить себе сделать то, что я потом назвал. Видите, это не просто утепление, а такое утепление, что я его назвал термосом. Если кругом жара, там медленно остывает. Если мороз, то есть это, если холод остывает. Если жара, нагревается, но медленно. И получается вот такое урожай. А это фотография из его сада. Ну, что я скажу, Дана. Если выщипывать половину. А это молодое дерево. Это было оно такое, то ли на 4, то ли на 5 год. Я почему беру пример. Я гордо говорю, это мой саженец. Саженец был выращен в моем питомнике. И однолетним переехал к нему. Это мой саженец. Это мой хасанский. Учитывая, что было невероятно удачное сочетание, что буквально все цветы сохранились. И когда он раскрыл в мае, уже могло бы и позже морозом убить заморозками. Ну, повезло. Зима повезло, что отстоялся. Вот, кстати, у нас вот такой снег у нас всю зиму. Обычно. Это тоже феномен. А то обрадовались. Уже ли за снег сошел, значит у него тепло. Вон он сейчас на дворе лежит. И вот, значит, что должен был он делать, когда густо зацвел его этот самый. Ну, наверное, можно было половину этих самых. Ну, действительно, в ожидании урожая. Но дело-то вот чем. Смотрите дальше. То есть он, естественно, не стал ни одной, ни одно, не отрывать ни одного цветочка. Вот. Это урожай уже послабжее. Это следующий год. Вот здесь уже, обратите внимание. Видите? Мелкие-мелкие. А здесь два раза крупнее. А почему? Ну, это его сад. Картинка, видите? Они уже вполне приличные, даже товарные. Но на самом-то деле, их два раза меньше, чем тут. Они стали два раза крупнее. Опять к ним рука не прикасалась. Вот. Вот это уже мой сад. Это сеянец. Я вам уже надоел этими привитые хвастаться. А вот это сеянец. Так? Он мне достался из этого самого... Под подарок из Минусинска от друга. Вот этот сеянец зацвел. А теперь я представлю себе, что я или вот моя девушка, Таня, берет и начинает выщипывать цветы. А у меня это самое... Бывало урожаи вот такие. Вот. Это сразу после этого. То есть вот такая последовательность, да? Ну, а кто видел последние фильмы, было и полведерка, было и это самое... И вообще ни одного. Всяко было. И вот я представляю, что я беру, не знаю, что будет. Мороз, заморозок. Или пронесет. Чтобы все цветы завяжутся. Они же самоплодные. Их не надо. Супруги. Они так могут. Ну, что дальше будет? Ну. Ну, я взял все, оборвал. А его и так морозом бы убило. Или я половину оборвал, и у меня еще... Половина у меня стала еще меньше. Урожай бы. Ну, как-то вот это... Ну, я беру еще крайний случай. Сейчас мы до них дойдем. Вот. Потому что, когда зацветают, потому что все малюсенькие, там сложнее, да? Кстати, знаете, почему ты фотографию прилепил? Это такой был май. 2014 года. Вот такой вот. Вот. Естественно, что в 2017 году у меня не было ни одного персика. И да, кстати, в 2018 тоже. Сибирь. Ну, дело в том, что и юг это не минует. Вспомните Кабарду в этом году. Вспомните Старопольский край. Персиков нет и не будет. Вот. Теперь берем вот такие случаи. Дело о чем. Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Сейчас глотну кофе. Вот. Как же вы отличали саженец от саженца. Вот это вот саженец, который вступил в раннее подношение, собираясь, ну, не то, чтобы умирать, но вот это неестественно. Это неестественно, благодаря тому, что, может быть, здесь геопатогенная зона. Тогда они быстро прекращают рост и покрываются цветами. Причем шансов не то, что все засветут и все дадут плоды. Это невозможно для маленького уродика, для маленького деревца. Вот это наш питомник. Вы видите, он не был продан. Вот пустые горшки, это продано. Нормальные саженцы, какие они, вы знаете уже. А это ненормальные. Давай продавать нельзя. Вот так вот. Выщипывая, понимаете, данные, к чему клоню? Выщипывая, не выщипывая. Мы имеем саженец А. Как он мог таким быть? Или вот такой. Тоже рано. Это груша, которая на третий год зацвела. Так. Здесь было 8 плодов. Кто помнит, я фильм снимал, показывал, даже считал их. 8 плодов. Здесь, наверное, не одна сотня цветов. Плодов 8. Но никто не трогал. Вот так и остался в питомнике. Вот. Он кривой. Это снято в этом профиле. А так он кривой. Такой, что никто не позарился на него. Ну вот он до третий год дал урожай. Выщипывать это все? Нет, все лишнее пооблетело. Осталось 8 прекрасных плодов. Где-то грамм по 120. Прекрасная вкусная груша. Лада. Вот. Смотрим дальше. А вот еще. Представляете, двухлетки зацвели. Но почему они не были проданы первый год? Ну, вы помните, мощные деревья однолетки. А эти нет, эти уступали по росту. И быстро начали место расти, начали пытаться дать урожай. Это ненормально. Вот. Обратили внимание специально. Вот они не проданы. Вот уже, смотрите, вот этот, видите, пошел в рост. Это значит, что он был привит вот этой весной, а вот эти были годом раньше привиты. Вот они уродцы. По моим меркам это уродцы. Вот. Дело в том, что тут два варианта. У меня полно геопатогенных зон раз. Второе, почка не ростовая. Я вам уже одни раз рассказывал, даже плешь многим из вас уже съел, сделал на лысинах, потому что, вы представляете, почки растут рядом, с виду одинаковые, а одна растет, другая вот так вырастет и остановится. И хоть ты плачь. Ну, а как различать, я вас уже сколько лет и сколько раз учил. теперь давайте данное, ну, все поняли, да, вот это, они пойдут, они будут медленно расти, они рано ступят в благотворение, ничего хорошего в этом нет. Вот этот еще куда не шло, вот этот еще. Это еще терпимо, чтобы на третий год он такой, да еще к осени с плодами. Хотя тоже это неестественно. Вот. А теперь все-таки мы еще, разговор не закончился. И ответ я вам своей землячкой горжусь, сейчас поймете. Вот эту фотографию сегодня на 20-е было сделано 16-го числа, 16-го апреля. Вот. А 15-го у меня есть, я видео даже целое снял. Здесь все было густая пеленая снегом. Вот. Это я к чему говорю. Теперь так. Я чуть-чуть отклоняюсь, извините, я не мог иначе. Вот. Прошло 4 дня, начал таять снег. Ночью минус, днем плюс. Вы видите вот эти вот самые. Я уже который раз, ну как, уже не вас, нет, я этих знатоков, которые себя называют, как угодно, вплоть до экспертов. Вот. Для чего нужна крона? Чтоб вот это было сухо, сухо. Там подземная жизнь, ради этого сухо. Стоило искалечить крону, она тут же за два года отросла. Тут же. И чем сильнее мы режем, вот это вот аксиома, это дичайшая глупость осветления крона. Чем сильнее мы режем, тем гуще становится. Начав резать дерево, вы его уничтожаете планомерно, вы становитесь маньяком, потому что караул, оно еще гуще. Еще когда-нибудь поговорим. Это просто я не сдержался. Выглядываю через 4 дня, думаю, нет, надо фотографии сделать, это учебная фотография. Ну, ну что, ослепли, это что, случайно, дерево, оно тупое, и вон уже прятаться под снег, да нет. А то, что у меня вот эти самые, где-то там была фотография-то, господи, где снега-то почти не видно. Ладно, не буду время терять. Видели это полное бесснежье почти, да, вот. Это вот весной как на зло выпадает. У меня работа остановилась в саду. Так вот, значит, вот это бесснежье совершенно не мешает нам выращивать до мороза до 40 градусов. На наших подвоях, помните, я выше показывал фотографии, а, уссурийская груша, б, китайская слива, шире понятие, китайская тиреусурийская слива, вот, сибирские яблоньки, до сих пор семена продают, вот, значит, манджурские абрикосы, что еще не нажал, вишня войлочная, вишня степная, вишня сибирская, не замечают они вообще бесснежье, нет для них, и все эти цифры, от 10, от 8 до 20 градусов в предел морозостойкости корней, это все было не там, не там они эти испытания проходили, вот, где надо было проходить, вначале адаптация, потом прививаем, а потом спорьте, не спорьте про генетику, а мы с вырожая и имеем, абрикосы вышли на первое место, вот, позвонил организатор зеленой волны, эта группа набирается, приедут ко мне, я говорю, ребята, то есть, ему говорю, что делать-то, вы приедете где-то, примерно с августом назвал, но абрикосы еще будут, большинство уже будет, ну, еще будут, не все сорта висеть на дереве, это если заморозком не убьет, а каким он,